всем привет мне в телеграм-канале подали отличную идею снять видео о косметике ссср вы же знаете я для вас снимала такие ролики рассказывала вам о периоде ссср мы с вами многое разбирали и у меня отдельный плейлист есть с этими роликами и вот сегодня мы рассмотрим одну из стареньких марок косметики я специально сделала на это отдельное видео кстати переходите ко мне в telegram это много чего интересного обсуждаем и те кто на меня подписан telegram уже видели что я нашла на вайл пересет у косметику и заказала на пробу и речь сейчас идет о косметике елена нашей фабрики свобода и я думаю девочки моего возраста девочки старше чем я да и наверное моложе чем я наверняка видели эту косметику своих мам потому что ну во времена ссср такого огромного выбора не было и эта косметика была достаточно популярной и мне кажется нет такой женщины которая бы в то время красилась и у нее хотя бы чего-то не было из этой косметики по ходу обзора я буду составлять для вас съемку как я наносила эту косметику какие ощущения а сейчас я буду говорить в целом и я походила с ней и могу уже сказать как эта косметика лежит на лице и как она вообще носится и так первый и самый известный продукт это конечно же компактная пудра я помню она у меня была естественно эта пудра елена и честно сказать я не могу вспомнить нравилось она мне в то время или не нравилось потому что у меня были в принципе разные пудры и я жила на дальнем востоке училась помню благовещенский в принципе у нас там был рядом китай и у нас еще очень много китайской косметики всякой продавалась поэтому я помню точно что китайскую пудру я покупала я была от нее в восторге она в то время действительно была очень классная а вот про елена я даже не буду выдумывать и говорить что да да там нравилось или не нравилось я не помню честно так вот сейчас я взяла эту пудру в оттенке 2 называется он фарфоровый или в скобочках натуральный заказывать мне пришлось фактически наугад потому что я смотрела как там в интернете это смотрится а сводчи там практически никаких и в итоге я ткнув наугад угадала с оттенком который мне нужен я получила именно тот оттенок которые хотела здесь softbox и отсвечивают вот так я поворачиваю кстати желтит а так я смотрю практически белая но на самом деле мне есть даже какая-то розовинка вот то что я люблю сама пудра по консистенции очень легенькая очень такая знаете ничего особо не скроет я бы назвала эту пудру фиксирующий такой пудрой для завершения макияжа так как я люблю пудру вместо тонального грема то конечно она вот не подойдет для этих целей советуют наносить пуховкой давайте я попробую сначала своим любимым способом слушайте ну вполне сыпется конечно но можно наносить ой оттенок мне нравится по-моему очень даже симпатичненько получается вы знаете я не сказала что когда вот так наносишь она прям совсем полупрозрачная нет она нормальная совсем плотного покрытия она не дает можно было чуть чуть больше тонального крема нанести но лицо хорошо выравнивает немножечко сыпется да есть такое ощущение что кожа как будто немножко мукой обсыпанная дайте я попробую вот так отполировать слушайте опуховкой действительно лучше получается вот да когда вот так полируешь лучше ну вот посмотрите что по факту получилось ну честно скажу как бы что то что на лице нанесена явно не очень дорогая пудра это заметно потому что все равно есть ощущение как будто бы лицо мукой обсыпано такое вот найти хоть я и постаралась вот так вот выровнять но все равно пользоваться можно но сказать что это ой вау шикарное такое качество нет я не могу сильное покрытие она не даст вот есть есть ощущение что на лице как бы немножечко мука нанесена ну и теперь какие же у меня ощущения после носки этой пудры остались я вам скажу не очень хорошие вы знаете но откровенно формула этой пудры явно какая-то старенькая и может быть в ней есть витамин е по-моему да витамин е здесь написано до витамин е может быть он и есть но к сожалению как я вам бы сказала эта пудра лежит немножечко мукой на лице и приходится ее спонжем чуть-чуть отполировать и бог бы с ним я бы ее носила как финишную пудру но есть один момент она у меня поменяла цвет концу дня и я пыталась это снять чтобы вам показать но к сожалению камера как-то так не особо вот эти нюансы передает к сожалению она реально стала темнее изначально подходящий мне оттенок дал такой вот знаете как будто немножечко кирпичный цвет упаковочка конечно красивая упаковочка очень похожи на исти лаудер и даже значок очень похож на исти лаудер и все вроде бы достаточно презентабельно выглядит вот у меня есть пудра допустим от эссенс и она стоит по моему даже дешевле чем вот это насколько она лучше на лице лежит насколько она мягче насколько она красивее на лице лежит ну просто ни в какое сравнение это бюджет и это бюджет поэтому решайте сами хотите попробовать что-нибудь такое старенького и старой косметики можете купить ну а если бюджет очень ограничен то стоит наверно обратить внимание на другие марки теперь румяна опять таки такая же красивая упаковочка и кстати даже сама вот эта коробка ну достаточно качественно сделала сделано я ничего не могу сказать румяна очень похожи на румяна которые делают белорусские марки видите такие же кругленькие и в принципе мне показалось что и по качеству вообще эта косметика и по качеству очень похожи на белорусскую косметику вот мои такие ощущения я выбирала оттенок наугад и заказала просто фактически по названию как-то она что-то с розой связано естественно я вам все ссылочки оставлю внизу и оттенок напишут так сразу вот пастельная роза 03 пастельная роза и оттенок неплохой вот так вот смотришь я допустим такие оттенки очень люблю она такая какая-то роза припыленная беру вот такую кисточку ничем не пахнут ну пигментация конечно так себе ладно возьму вот такую круглую кисть и попробуем ею ну лучше конечно ну вроде бы мне удалось нанести хотя конечно ну так наносится я почему так много накладываю потому что я не знаю видно или нет в кадре но мне видно что есть проплешины в румянах когда наносишь чуть-чуть их припудрим как я обычно это делаю так ну по большому счету я вам там все сказала к сожалению эти румяна ну плохо наносится плохо наносится они оставляют проплешины причем с любой кистью но надо сказать что когда я помучилась я все таки эти румяна нанесла немножечко их припудрила как я обычно делаю и в итоге я с ними проходила весь день вообще без проблем они не исчезли никуда с ними ничего не случилось они стали как будто немножечко ярче но может быть это такой эффект от пудры потому что она потемнела немного и возможно она румяном немножко оттенок придала потому что я же это пудра еще и сверху по румяном прошлась может быть этот эффект именно от пудры но в носке нормальные румяна но при нанесении ну проблематичные и мне кажется все марки даже самые бюджетные те же beauty бомб выпускает шикарные румяна шикарными текстурами я очень хорошо отношусь к российской косметики вы знаете я люблю делать на нее обзоры ну ну если не за что похвалить ну я не буду хвалить формула 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 тени мне к сожалению не достались потому что я заказывала свал борис и там их просто-напросто не было но ничего страшного зато я заказала вот такую подводку у меня насколько я помню румяна у меня были от елена в то время пользовалась именно в то время вы знаете я не придиралась к румянам поэтому ну наверное они были нормальные вполне мне мне оказались подводки я честно скажу я не помню от елены если она и была то что у меня ее не было если найду фотографии обязательно вставлю как они раньше выглядели та же самая упаковочка сама подводка жидкая и на конце очень такая твердая кисточка прям твердая цвет черный сейчас я ее встряхну так ну пробуем так ну какая-то слишком твердая вот это вот сама кисточка я люблю знаете вот так вот положите нарисовать но из-за того что она здесь такая пухленькая особо так не сделаешь теперь самое страшное это кончики стрелок а здесь все сделано так чтобы кончики стрелок тоненькими не получилась нарисовать я не знаю как у меня выйдет на тонкую ювелирную работу с этой кисточкой не сделаешь сейчас будем подправлять после нескольких корректив то есть я консилером подправила в принципе стрелки получились нормальная подводка черная ну вот я говорю у меня претензии только кончику потому что очень неудобно рисовать именно хвостики ну и теперь что же с ней случилось в конце дня а в конце дня с ней ничего не случилось все было абсолютно в порядке подводка осталось на месте ничего не расплылось не размазалась не раскрошилась как я боялась потому что очень часто прям супер бюджетные подводки они просто вот здесь особенно в уголке крошатся трескаются и мне не нравится в этом плане все было хорошо единственная у меня претензия вот к этой кисточке как я вам и говорила что я люблю немножечко как бы положить на века тоненькую кисточку и провести с этой кистью так не удастся не удается мне делать тоненькие стрелочки вот эти хвостики тоже не получается но вы знаете это дело вкуса наверное возможно кому-то наоборот понравится что вот это вот сама кисточка очень жесткая ей удобно вести подводки претензий нет нормальная бюджетная подводка вполне можно брать хотите попробовать берите ведет себя хорошо черная яркая в принципе все ну естественно я не могла пройти мимо туши опять такое ощущение что я купила и стила удар да у них синие упаковки но были у них насколько я помню и вот такие возможно что-то выходит и вот в таких вот золотистых упаковках были были они это мы просто обсуждали в телеграм с девчонками что вот так и так упаковка синяя но было были у них выпуски и в золотых вот таких упаковках поэтому ну очень похожи на стила удар тушь идет сама написано тоже для ресниц или кисточка достаточно стандартная такая как бы знаете волнообразная то есть потоньше потолще по большому счету ею достаточно удобно краситься кисточка в принципе стандартная единственная суховато для меня я люблю более жидкие консистенции ничего сейчас будем пробовать ну ложится она неплохо посмотрите нормально ложится но мне кажется на быстро высохнет надо же мне это щеточка даже вполне удобно ну смотрите это первый слой принципе неплохо тоненький конечно когда я сначала нанесла были более объемные когда подсыхает немножечко у меня объем куда-то ушел но в принципе нормально давайте второй слой я всегда в два слоя наношу теперь нижний рис рису рисуем красим реснички ну нижний вообще быстро получается в общем получается вот такая вот дневная тушь то есть ежедневно для ежедневного использования без какого-то там прямо вау эффекта нормальные такие реснички делает не удлиняет больше наверное чуточку объема придает и прокрашивает и в принципе неплохо разделяет в конце дня когда я уже с ней достаточно много походила я поняла что мои реснички опустились то есть они не остались зафиксированы как я их сделала они немножечко опали принципе это меня немножко раздражает но это не самое страшное конечно плохо то что у меня это тушь к сожалению осыпалась да к сожалению у нас ресничек осыпается она такая знаете густоватая и уже когда ею красишься она наносится ну я думаю что вы видели есть белорусской туши именно вот я говорю очень похоже на белорусскую косметику именно такие туши когда вы их наносите и уже изначально в них как будто бы вот мелкие мелкие такие есть комочки они вроде бы густоту придают но потом эти комочки начинают сыпаться не скажу что сильно осыпалась не сильно но есть такой эффект и качество на мой взгляд опять ну такое скромное ну и последнее что я наносила это губная помада губная помада которую я тоже по названию выбирала у меня в оттенке 385 бутон розы называется и вот тут посмотрите какой цвет и пахнет она а знаете чем пахнет как раньше старые помады пахли точно очень похожи на старые отдушки не совсем конечно оттенок подходит ну вы знаете даже я так сказала что когда она в тюбике подходит но когда я ее наношу на губы она немножко другая становится более холодная помада нежная мягкая но полупрозрачная сейчас посильнее помады очень необычный оттенок я бы даже сказала на губах он больше неоновые знаете что я сделаю я наверное контур чуть-чуть все таки как-то то ли затемню даже сама не знаю что с контуром сделать но что-то мне не нравится в контуре я чуть-чуть по натуральнее по насыщеннее контур сделала помада сама классная ну вот оттенок конечно такой спорный вроде бы мне хорошо но знаете возможно что не так с румянами наверное не сочетается а так принципе весенне-летний такой смотрим весь макияж если замечаете не знаю камера передаст не передаст но я реально как вот обсыпанная немножко пудрой но так полный образ готова пока я проводила магический ритуал с преображением я чуть не снесла свою камеру но все обошлось все в порядке но в целом вот сейчас получилось все хорошо стрелочки есть реснички есть губы все лицо запудрена а помада кстати очень хорошо подошла вот к этим сережкам и как раз таки вот к этому платьицу в общем помада это то что я действительно могу порекомендовать я не могу сказать что текстура и качество просто вау я видела восторженные отзывы в интернете не могу сказать что я прям в огромном восторге но это действительно хорошая помада она мягенькая она приятно на губах она даже увлажняет губы она их даже чуть-чуть подпитывает у меня с течением дня она впиталась и больше осталось такой уже не кремовой с легким блеском а осталось больше наверное матовой и сработала местами как тинт оттенок интересный но неоновый я не особо люблю неоновые цвета но вы знаете я пока с ней ходила я даже получила комплименты поэтому я думаю что окружающим людям понравилось на мне вот это вот помада и вот этот оттенок из всего что мы сегодня с вами пробовали вот эту вещь я рекомендую я надеюсь вам было интересно потестировать ту самую косметику которой вы пользовались или пользовались ваши мамы сестры я не знаю бабушки я например с удовольствием по ностальгировала что хочется сказать в целом но стоит немножечко поработать над формулами потому что но сейчас уже столько новенького и такие новенькие текстуры и причем в бюджетной косметики мне кажется что-нибудь стоит перенять и немножечко поменять текстурки и будет все отлично пишите что из этой косметики пробовали вы а самое интересное пишите какие из этих средств были вашими любимыми во времена ссср всем пока